Справедливость, уважение, забота. Под таким девизом вот уже год региональный фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО и их семьям, оказывает адресную поддержку в решении возникающих вопросов и проблем. Свой первый день рождения филиал отметил сегодня в кругу близких друзей, партнеров и тех, кому они помогли. Фатима Даурова подробнее. Ровно год назад в Карачаево-Черкесии заработал филиал уникального фонда «Защитники Отечества», который при поддержке президента и всех государственных структур занимается решением проблем ветеранов и семей погибших при исполнении воинских обязанностей. Поздравить с первой годовщиной сотрудников регионального фонда пришли представители власти республики, кабинеты министров, депутатского корпуса и причастные к волонтёрскому делу жители Карачаева-Черкесии. Создание фонда – уникальная практика для России. До сих пор в истории нашего государства не было структуры, которая на федеральном уровне объединила бы в себе решение многих проблем, помощи, заботы, поддержки всех, кто обращается в фонд. Это и участники СВО, и ветераны специальной военной операции, и члены семьи, и бойцов, которые погибли, исполняя свой воинский долг. Мы ответственно и с пониманием важности поставленных перед вами задач подошли к реализации указа президента. Более 30 сотрудников фонда сегодня работают по принципу одного окна. Командой филиала за это время было рассмотрено и разрешено около 3000 обращений. Чаще всего они касались вопросов назначения денежных выплат, социальных мер поддержки, получения удостоверений ветерана боевых действий, оказания медицинской помощи. За самоотверженность и самоотдачу в работе сотрудники были отмечены благодарственными грамотами и письмами от различных министерств и ведомств. Особую благодарность хотел бы сказать нашим психологам, которые каждый день у нас принимают людей. Люди с разными проблемами, начиная от семейных, посттравматических проблем, работают на износ. Для бойцов нужна поддержка не только на фронте, но и в мирной жизни. Для них предусмотрен целый комплекс. Это медицинская и психологическая помощь, обеспечение лекарственными и техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение, помощь в трудоустройстве, проведение юридических консультаций по вопросам оформления тех или иных льгот. Эффективность помощи протянутой руки ощутил на себе и ветеран боевых действий в зоне СВО, кавалер Ордена Мужества Замир Гусов. Я помню, к кем я приехал, мои родители помнят, к кем я приехал, а теперь стал спокойным, мирным человеком. То есть плодотворно вернули меня в мирную жизнь, в кофе мне сняются взрывы, разрывы, гранаты. Еще раз с праздником защитника Отечества. Спасибо всем, кто поддерживает нас, всем, кто болеет за наших бойцов. Спасибо всем вам и нашим бойцам, конечно. Казим Байрамкулов был в числе тех, кто по зову сердца отправился на помощь к бойцам. После контракта я устроился на эту организацию, то есть фонда защитника Отечества. Был на истоках. Через два месяца работы, к сожалению, я бросил эту работу, чтобы поехать обратно на линию фронта. Не мог без ребят. Вы знаете, вот на линии фронта ни у кого нет ощущения страха. Что интересно, они все идут вперед. Они идут, любую задачу они выполняют с улыбкой на лице. Даже будучи под обстрелом, они всегда улыбаются. И сегодня бойцы, защищающие интересы Родины на передовой, могут быть уверены, что, вернувшись домой, они не окажутся одни перед лицом трудностей. У них есть те, кто о них позаботится и поддержит в сложные моменты. Фатима Даурова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия.